Здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте, все хорошие люди! Все-все добрые, хорошие люди! Хотя плохих людей не бывает. Люди все хорошие, только каждый человек особенный, каждый человек разный. И поэтому все люди хорошие. Просто каждому человеку нужен свой подход. Итак, дорогие мои, вот я ходила-ходила, ходила-ходила, а ребятцы вспомнила. И каждый день я вспоминаю какой-то секретик, средство, какой-то рецептик, который был использован на моей маме, папе или я использовала это, проверила на себе. Итак, дорогие мои, сегодня я хочу вам рассказать об одной чудесной травке, которую всю жизнь пила моя мама. Итак, дорогие мои, приступим! Ну вот, дорогие мои, моя мама всю жизнь пила одну травку, очень хорошую травку, которая не имеет никаких противопоказаний. Моя мама прожила очень, по времени, очень длинную жизнь. Она около, короче, 88 лет умерла. Я считаю, что это хорошая, длинная жизнь. Вот. Но мама всегда говорила, если бы я не пила эту травку, говорит, ты б меня уже давным-давно похоронила. Итак, дорогие мои, что же это за травка? Эта травка называется репешок обыкновенный. Вот она. Вот я пересыпала. Смотрите, дорогие мои, вот это вот репешок. Этот репешок я купила на рынке у женщин, которые занимаются травами. Итак, дорогие мои, эта травка, она универсальная. Моя мама пила ее всегда. У нее больная печень была. Где-то там, ой, покушала, дергает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, болит этот печень. Там или поджелудочная, или еще что-то там. Она заваривает эту травку, ставит в холодильник, процедила и в холодильник. Потом берет по маленькой рюмочке, там 40 граммов, и пьет все время перед едой, там, или после еды. Так вот, дорогие мои, мама мне всегда говорила, что это очень хорошая универсальная травка. Вот она лечит хронические заболевания, бронхит очень хорошо лечит. Есть ли даже вот у человека хронические бронхит, вот у нас, у женщины на первом этаже, она раньше курила. И у нее прям бронхи, она разговаривает, как, видите, как мужчина. Ха-ха-ха-ха. Я ей говорю, у тебя затяжной бронхит, тебе надо траву пить. Да я, да я, да я. Ну вот я ей сказала, возьми, вот моя мама всегда пила, ты же грамотная, говорю, возьми в интернет, загляни. Погугли, напиши, репешок обыкновенный. Там написано, что репешок даже бронхит излечивает, затяжной, который уже сильный. Вы знаете, дорогие мои, мама мне всегда говорила, вот я заварила травку, это ж такая травка хорошая, для профилактики, ну пей, ну выпей люмочку хотя бы в день. А я ж, ну как молодая, всегда говорю, так, она мне не надо, у меня ничего не болит, ничего не болит. Вот, так вот эта травка, я вот, ну несколько месяцев назад пошла, купила эту травку и думаю, ну попью эту травку, какая-то профилактика. Ну мало ли что там, подлечить печень, подлечить там, что там у нас еще болит, эти разные там, холецистит, гастрит там. Ну короче, вот зайдите в интернет, посмотрите, это очень универсальная травка. Заварила я эту травку, купила там у женщин эту травку, заварила. Она очень приятная пить. Она такая, знаете, вот такая не сладкая, не приторная, но вот приятная, знаете, вот приятная. Вот другую траву пьешь, она там то горькая, то там какая-то жжет, то еще как-то вот неприятная, то запах какой-то. А это очень приятная травка. И вы знаете, вы даже можете эту травку, кто живет в частном доме или у кого-то есть дача, можете эту травку взять и вырастить. А знаете как? Вот я взяла вот эту травку, смотрю здесь, цветочки есть. Я взяла вот так цветочек, джик-джик-джик-джик и в горшочек, в горшок землей, там где цветы у меня растут. Смотрю, через неделю уже вот такая рассада. Так что, дорогие мои, вы можете первый раз купить, а потом второй раз взять в огороде или в горшочке. Она очень высокая эта трава, она вот такая огромная травичка эта. И вот такие вот на ней эти, вот репях, как репях, вот как череда растет. Она когда цветает, она вот так цепляется, цепляется, прычепа называется череда. Вот, тоже очень хорошая травка. А эта тоже, когда цветет, желтенькими цветочками цветет. И она, значит, тоже вот так цепляется, когда цветет. Я заговорилась, а теперь хочу сказать, что же я проверила на себе. Я действительно прочитала, я знала, что моя мама лечится только этой травой, у нее никаких противопоказаний нет. Когда я приготовила эту травку и думаю, ну попробую, ну раз-два там посмотрю, короче. Заварила я, выпила, взяла рюмочку там, выпила пол рюмочки раз, потом после перейду еще разочек. И что же я заметила, дорогие мои? Я заметила, что нормализовалось у меня давление. То есть, у меня давление стало 130, 130, 130, 129, 128 и очень хорошо нормализовалось. Ну, я пока не страдаю там печенью или чем-то, но написано, вот вы посмотрите в интернете, погуглите, и вы увидите, что эта травка очень много лечит. Даже, да, вспомнила, даже, вот мама брала эта травка, у нее колени больные были и суглобы, трещит. Мама взяла, заварила эту травку, я вычитала ей в интернете, что надо заварить на стакан кипяточка, две столовых ложечки этой травы сухой, залить кипяточком, закрутить баночку, пусть постоит на ночь. Потом процедите утром ее и долить снова же кипяточком, чтобы был стаканчик. Потом вы берете и пьете это. Будет очень хорошо лечить тоже суставы. Так что, дорогие мои, пожалуйста, попробуйте, может быть, кому-нибудь и поможет. У кого-то больная печень, у кого-то поджелудочная, там желчный пузырь. Ну, короче, очень много заболеваний, я даже нашим женщинам во дворе советую. Вот сидит одна женщина, ай, что-то у меня поджелудочное что-то съело. Я говорю, попейте репешок. Моя мама всегда пила, и вот сколько лет мама прожила, и она умерла не от болезни, она от старости умерла, сердце у нее больное было. Да, кстати, репешок еще и сердце лечит. Так что, дорогие мои, попробуйте попить эту чудесную траву, которая называется репешок обыкновенный. Ну что ж, будем прощаться с вами. До свидания, дорогие мои. Желаю всем здоровья, здоровья и здоровья. Будьте все здоровы и счастливы. Если будет здоровье, то, конечно же, все люди на земле будут счастливы. До свидания. Всем-всем. До свидания.